здравствуйте дорогие друзья с вами татьяна и мой канал у меня в садочке хочу рассказать вам о том как я выбираю семена томатов вот я несколько лет занимаюсь уже посадками и выращиванием томатов и сделал для себя некоторые выводы очень много разных сардов сажала выводы все-таки я для себя сделал ко какие после нескольких лет вот этих я склоняюсь к выводу что все-таки большинство из сортов чистый маркетинг то есть среди этого огромного количества новых сортов единицы стоящих остальное все мусор просто-напросто и из-за того что вот эти выводы я сделал для себя я стала пробовать все таки сорта которые на слуху то есть как которые уже давно выращиваются садоводами и с успехом я сажала в том году добарал золотой черный в этом году еще купила вот розовый хороший сорт мне они понравились эти добарал единственный минус то что они я надеялась что они храниться будут но они нет не хранились они пропали достаточно быстро поэтому их нужно употреблять все-таки сразу по крайней мере золотой вот и черный еще сажала я значит бычье сердце бычье сердце я сажал не от этих вот фирм которые еще раз купила а другой фирмы не буду ее называть мне показалось все таки они там рыхловатые эти бычьи сердца и с пятном с пятном я не люблю томат такое сухое знаете сухое иногда рыхлое такое пятно противное сверху бывает у плодоножки так вот сажал хурму хурма мне очень понравился великолепный сорт и урожайный и сладкий и вот все при нем я я потом из кучи вот урожай когда собрала из целой кучи томатов выбирал в первую очередь хурму чтобы покушать сладкое прекрасно так король сибири я сажал ну вполне такой хороший сорт дважды я купала его первый раз я купила у меня вышел король сибири но я почему-то по дурости не со своих семян посадила еще этого короля а еще раз купила ну и в итоге получила пересорт хотя тоже фирмы в такой же упаковке семена были получил пересорт в общем так еще значит я купила от темирязевского питомника буденовку у меня есть буденовка соседка поделился семенами вот мне понравился этот сорт хочу еще вот купить в пакетике семена буденовки сравнить в общем может быть лучше все-таки буденовка получится кто знает так грушка черная тоже новый сорт для меня не знаю что за птица посажу штук пять посмотрю что получится вообще новые сорта я склоняюсь к такому выводу больше пяти сажать не стоит потому что всякая шляпа может вырасти вообще ерунда в общем так сахарные великан еще от темирязевского питомника новый для меня сорт и розовый гигант тоже новый сорт я хочу вот классической формы розовый томат какой найти хороший сахарный такой прям настоящий пусть даже он будет не очень урожайные может быть но чтобы он главное чтобы был вкусный и плотная мякоть чтобы было сахарная плотная мякоть так розовый шлем сажала розовый шлем не получился почему-то вышел тоже пересортом я поняла что розового шлема там нет среди моих посадок один только под вопрос на этом какой-то что-то там шлемообразное выросло я вот семена оставила так неплохой кустик попробую еще от него посадить этих семян пудовик сажала ботяню сажала они меня перепутались в общем в посадках и не знаю кто есть кто но такое впечатление что они похожи на мой взгляд похоже ему в моих условиях у меня получились пятна по моему но самое лучшее этом отобрала все-таки семена оставила от них в общем не очень скажем так бабушкин секрет сажала вот бабушкин секрет мне понравился по моему я ничего не перепутал и посадил все-таки бабушкин и на бабушкин секрет думаю что это бабушкин секрет в общем хорошие такие помидоры урожайный куст буквально ломился вот он куст аж разламывался от количества помидор надо было его про нормировать и хорошие таких сладенькие помидорчики и достаточно крупные несмотря на то что куст был явно перегружен и в открытом грунте это все хотя заявлено что сорт для теплицы в общем то так оранжевый гигант оранжевый гигант мне понравился урожайный куст хороший вот все при нем только вкус мне показалось пресноватый попробую я еще его вырастить из своих семян может получше дела будут обстоять посмотрю на него в общем на оранжевый гигант хотелось бы нет такой желтенький томат который бы был достаточно легкий и урожайный и вкусный золотая рыбка золотая рыбка мне понравилась в заготовках она себя хорошо ведет и сладкая очень вкусная вообще единственный минус ее в моих условиях мне показалось куст тощий совсем тощий и мало урожая не довольно таки может быть это сорт для теплиц все таки исключительно но я все-таки в открытом грунте и еще попробую посадить может быть попробую даже по два куста посадить потому что куст хилый в одну лунку посажу два куста например и в итоге может получится у меня результат какой-никакой вообще сорт очень вкусный ну в общем вот такой небольшой обзор по семенам основные выводы я вам сказала свои если еще что-то вспомню напишу в комментариях пока у меня все с вами была татьяна до новых встреч друзья подписывайтесь на мой канал буду много интересного рассказывать вам про сад и огород пока